...вообще к Оливье не имеет никакого отношения. Ну, хотя бы мой ответ. Но, но, это был специальный соус, придуманный... Я хочу сказать, мне когда меня спрашивают, вот, типа, а какой же из этих салатов настоящий, да? И мой ответ, все настоящие. Не бывает поддельной жизни, не бывает поддельной истории. Тот салат, который в сороковом году готовили и ставили на стол, и называли Оливье, и есть настоящий салат Оливье того времени. Нынешний салат Оливье такой же ровно настоящий, как салат Оливье 1850 года, просто это наш настоящий салат. И он описывает позднесоветскую жизнь абсолютно поддельным образом, у него нет ничего поддельного. Вот вопрос учитателей, как поменялся праздничный стол с приходом в Киев советской власти? В худшую сторону. В худшую, да? Кроме Оливье с майонезом. Ну, на самом деле, стол стал гораздо проще. Понятно, что поросят мы уже не встречаем. То, что было в советском Союзе? А на столе. А домашняя колбаса, опровянка? На Новогодний? На Новогодний? Да, была домашняя колбаса. И вообще домашняя. Получилось так, свинина была важным элементом стола. Если у тебя не было поросенка, ты мог купить свиные ножки, свиные колбаски. Что-то такое со свининой. Это было очень важно на Новый год. Соответственно, колбаса, свиные колбаски как бы сохранились, только это стали домашние. И простые блюда типа селедки, типа холодца, соленья. Это выварки? Ну, соленья. Нет, люди сами в основном же все это солили и делали. И еще раз повторяю, Оливье изысканный салат и винегрет гораздо более демократичный. Но мандарины по-прежнему были с нами. Потому что тогда же была организована, то есть когда вот, вообще это поразительная история, статья «В правде» по поводу Нового года была напечатана 28 декабря. Естественно, никто не готовился к Новому году, потому что этот праздник был незаконный. За сутки была мобилизована кооперация, стали делать пряники, стали делать конфеты. Ну, что-то же надо, то есть к 30-му числу уже в магазинах были нужные для Нового года вещи, хотя бы по минимуму. У детей на елках что-то было. И начиная с середины 30-х, как бы стол, в том числе и киевский, обогащался бывшими капиталистическими продуктами. Те же самые мандарины, они продавались, но они продавались в коммерческих магазинах, они были дорогими. И тоже считались наследием буржуазного такого режима, то есть, ну, настоящий рабочий человек мандарины кушать не будет. А потом мандарины были реабилитированы, сказали, это даже просто новогодняя такая красота. И стали торжественно завозить магазины обязательно к декабрю, то есть дефицит же мандарин никогда нет, в жизни днем с огнем их не сыщешь. Но их старались всегда к Новому году завозить, то же самое касается шампанского. В середине 30-х, шампанское считалось буржуазным таким роскошеством, но в середине 30-х годов тогдашний министр пищевой промышленности Микоян несколько раз ездил в Америку, перенял передовую, привез некоторые вещи, сосиски, мороженое, этого как бы не было. То есть вещи, которые, консервы, консервы и все, что с этим связано. И, в частности, возникла тема шампанского, и была идея, что, боже мой, а почему как бы советский народ не может пить в досталь шампанского? Микоян съездил принять опыт во Францию и выяснил, что бутылка шампанского готовится минимум 9 месяцев, а на самом деле 3 года. Она же должна перебродить, и 2 раза перебродить, это естественный процесс. Самый минимальный срок это 9 месяцев, это самая простенькая шампанская. Но это совершенно не подходило как бы советскому народу, поэтому были специальные ученые, которые решили предложить усовершенствованный метод. Он был разработан за 24 дня, оно шампанское, как бы пропускается через него углекислота, и оно шампанизируется. Это обыкновенное вино, которое искусственно шампанизируется, но оно не является настоящим шампанским. Но зато их производили в бешеных количествах, и шампанское уже в конце 30-х годов рядом вместе с мандаринами, советское шампанское, заняло свое место на киевском столе. Хочу только, так сказать, ремарку небольшую, что наше украинское, артемовское шампанское, завод начал работать в 60-м году, производится по французской оригинальной технологии, и никогда в жизни оно углекислотой не шампанизировалось. А там в гипсовых подземных штольнях честные три года лежат с бутылочки, молчат и ждут, когда им станет хорошо. Поэтому артемовское шампанское – это настоящее шампанское. И, так сказать, добро пожаловать. Ну, а свободно продается в магазине. Киевский завод пришлет киллера. Ну, что я могу сделать? Ну, было еще, ну, как бы, но я ни в чем не виновата. Так, вот Даша пишет, как киевляне праздновали Новый год до Первой мировой войны? Какие-то были традиции? Маскарады и домашние посиделки с детскими праздниками и убийством елки, разрыванием елки. И я говорю, в некоторых киевских домах на Новый год щедрый вечер праздновали, приходили в Артепы. Так, Анна пишет, правда ли, что в 40-е годы праздничным блюдом был суп? Еще говорят, дома Новый год и гулять в те времена запрещали. А по поводу запрещали, да, до 35-го года запрещали. По поводу супа она абсолютно права. И в начале века, и в 30-е суп стоял на столе, как праздничное блюдо. Ну, не в смысле, что супа не было и были с этим проблемы. До революции тоже суп входил в новогоднее меню, ну, очень легкий. А мы там, я читала меню, например, Шато-де-Флер, приглашал на Новый год в свой ресторан, и там было меню, и первым блюдом шел борщок, вы знаете, это овощной такой суп без мяса, очень легкий, или грибной суп. То есть ночью полагалось нормальным съесть легкий супчик. В этом не было никакой проблемы. Поэтому, да, до войны на праздничном новогоднем столе стоял суп. После войны уже нет. А у нас это уже как похмельное блюдо. Ну, это уже прикладывают, да. Прикладывают. По луну. Так, еще такой вопрос. Есть традиция загадывать желание Новый год, откуда она появилась, и вообще, как детально загадывать желание. О, это интересное тоже. Но она появилась. На самом деле, на самом деле, сейчас же вы понимаете, что все сдвинулось, потому что календарь съехал, значит, вот эта вот вертеп, маланка у нас соскочила на 13-е число, на старый Новый год. Давайте отыграем обратно. На самом деле, 1 января – это праздник двух святых – Василя и Маланки. От Василя, значит, нам достался поросенок. На Маланку – щедрый вечер, и люди гадали. Значит, в ночь на 1 января начиналась так называемая Страшная неделя. До Нового года, вот последняя неделя называлась Святая неделя, ну, там было Рождество, это была Святая неделя, как бы ангелы приходили в мир. После, с 1 по 6, это была Страшная неделя. Дьявол выходил на землю, и бесы ходили по земле. Это связано было с еще очень-очень древними вот этими верованиями по поводу зимнего солнцестояния, самый короткий день, самая длинная ночь. Но, короче, это было сдвинуто, и гадали девушки всегда в ночь на 1 января. Это новогодняя ночь, щедрый вечер, и это ночь святочных гаданий, именно новогодняя ночь. Девушки гадали на жениха, естественно, в основном. Масса была при вариантов, а бросали за ворота башмак, в какую сторону, как бы носком упадет, с той стороны жених приедет, ну, то есть соседи жили, все же было понятно. А если носком к себе, то в этом году не выйдешь замуж, неудачно. На воске гадали, растапливали свечки и выливали в миску с холодной водой, и воск застывал в виде, ну, какой-то формы, и в ней пытались угадать фигурку, либо сердце, либо собака, либо, ну, что-то, что им казалось. Было множество гаданий, в том числе надо было, я уже плохо припоминаю, но что-то было связано с запиской, которую надо было сжечь. И вот это практически дошло до наших дней, на Новый год же тоже пишут записки, бросают бокал. То есть идея гадания на Новый год – это страшная неделя, святочное гадание, это очень-очень старая традиция. Ну, как бы раньше девушки на жениха гадали, а сейчас в основном все, и в основном, ну, как бы, что будет в Новом году, да, будет ли удача, будут ли деньги. То есть гадание – это очень-очень старая традиция. Только что вопрос пришел, Лиза пишет, есть ли в вашей семье семейные новогодние традиции? Ну, я сейчас подумаю, а в моей семье точно есть старинные новогодние игрушки, которые остались еще… По поводу игрушек до войны, игрушек еще мало производили, ну, и они погибли во время войны, но начиная с 50-х годов уже и Деды Морозы живут на свете, и игрушки. И у меня есть игрушки еще моей мамы, которая была маленькой девочкой, ей бабушка, мама родилась сразу после войны, и бабушка делала ей елку дома. И такие, знаете, очень облезлые самолеты, военные игрушки. Есть космонавты, это уже Гагарин в космос полетел. Есть ракеты, трактора, то есть у меня есть 4 или 5 очень-очень старых игрушек. Я их каждый Новый год достаю, когда елку наряжаю, я их достаю, на них смотрю и на елку не вешаю, потому что я боюсь, что с ними что-то случится. И я их показываю уже дочери. Ну, то есть, не знаю насчет традиций, но игрушки у нас есть старые. У вас елка какая, живая? Нет, ну, мы же гуманисты, мы уже любим деревья. То есть, все мои традиции на самом деле изменились. Когда я была девочкой, у нас была живая елка, я любила сосну, только сосну. Я вообще уважала, потому что она пахнет. И мне казалось, что это не изменится никогда, и что бы ни было, у меня всегда будет сосна. Но как-то меня экологическое сознание, видите, сдвинуло. И потом моя дочь, она уже не понимая, она уже человек новой формации, она говорит, мама, как можно рубить живое дерево ради того, чтобы оно постояло? Не будем этого делать. Но у нас есть традиция, это очень киевская традиция. Мы перед Новым годом обязательно куда-то ходим, что имеется в виду? Как правило, в оперу на щелкунчика. Обязательно мы с малой ходим. А если нет, если она уезжает, или у нее не получается там, например, в этом году я еду в филармонию. То есть пойти перед Новым годом в условный театр, выйти на люди. Это да, это традиция семейная. И я этих щелкунчиков уже отсмотрела и отслушала уже какое-то бездонное абсолютное количество раз. Спасибо большое за ответы, за интересные ответы и пожелания для наших читателей. Ну, говорят, что все, что на Новый год пожелаешь, все сбудется. И я считаю, что в этом смысле все пожелания равноценны. И я желаю вам, чтобы у вас сбылось то, что вы сами себе желаете в Новом году. Не бойтесь желать. Это мое вам пожелание. Спасибо.